Несколько деревянных домов, где еще живут люди и стоят развалины бывшего военного городка. Степь прогремела на весь мир в 2009-м. Из-за пожара на местной котельной рухнула стена. В 50-градусный мороз 12 пятиэтажек и все соцобъекты остались без тепла. Чтобы оценить масштабы бедствия, в село приехал бывший министр обороны Анатолий Сердюков и принял решение исключить городок из списка закрытых, проще говоря, ликвидировать. 266-й штурмовой авиационной полкой был передислоцирован в гарнизон Домна. Число постояльцев в погонах таяло, а гражданских – 123 человека. По программе государство переселило в другие районы края. После их отъезда в квартирах мгновенно исчезли окна, двери и батареи. И только спустя годы военный городок стали возрождать. Многие вернулись в родные места. Благоустроенной однокомнатной квартирой в поселке Ясное не прижилась Любовь Канавченко. Я не смогла там жить. Ну, не мое. Вот хожу как это, с угла в угол. Тут я хоть с ними поругаюсь. Где понежимся с ними. Ну, я с внуками. Тут мое родное. А вы приехали в свой дом, да? Ну, дочь окупила я вот. А мы же жили в гарнизоне. А ваш дом уже снесли? Нет, еще стоит там 204-й. Одиночка. Не ходили туда? Знаете, я ходила как-то. Ну, так на душе больно стало. Мы соберемся, посидим на лавочке. И жены офицеров с нами посидят. Как-то весело было. А потом раз и все. Из 12-ти пятиэтажек в городке осталось только 7. Их военные снесут этой весной. И все для того, чтобы расчистить место для строительства коттеджей, в которых будут жить офицеры. А пока здесь работают так называемые санитары городка. В развалинах деревенские, да и приезжие с районных мужики ищут хороший кирпич и бетонную плиту. На строительном рынке бэушный материал тоже в почете. За полный КАМАЗ можно заработать около 10 тысяч рублей. Здесь пока заготавливаем его на месте. Потом, как частный предприниматель приезжает моему, забирает на кране, да что там, отсюда с третьего этажа снимает. Давно работает? Ну, неделю уже, наверное. Много кирпичей свозили? Тысяч пять-то, наверное. Едут со всего края в степь не только за материалом, но и за хорошие зарплаты. На базе работающей здесь строительной компанией спецстроя России развернут целый вахтовый городок. Сотни благоустроенных вагончиков, большая столовая и отдельные душевые. Рабочие, а их здесь около 500, трудятся на благо Родины. Потом и кровью возрождает некогда забытый городок. Сейчас проводим укладку тайпара на основание откоса и производим пересыпку грунтом, чтобы дренаж не происходил и не промерзание почвы. Несмотря на отставание от графика, реконструкция аэродрома, на первый этап которой выделено свыше 7 миллиардов рублей, более чем заметно. В рабочее время здесь ни на минуту не смолкает дорожная техника. Порядка 100 единиц. В Забайкале ее доставили на поезде со всех уголков России. За строительной монтажной работы отвечает два бетонных завода. Каждый из них выдает свыше 150 кубометров бетона в час. Благодаря этому до наступления холодов уже завершена укладка фундамента для будущих казарм. Три казармы на по 300 человек каждая. В зиму работы тоже самое никто не сворачивает. Работаем в двухсменном режиме. В основном будем заниматься зданиями. То есть планируем построить за зиму две казармы, аварийно-спасательную станцию и КДП. Бетонные работы именно в большом масштабе производить никто не будет ввиду низких температур. Именно по этой причине бетон на взлетную площадку укладывали с мая по октябрь. Новое покрытие значительно отличается от прежнего. Это марочный бетон в два слоя. Уже решено, что в городке разместится отдельный штурмовой полк на самолетах Су-25. Взлетная полоса длиной 3 километра, шириной 44 метра. Она готова принимать все суда российской армии. На строительство было затрачено большое количество бетона и арматуры. Также она готова принимать и гражданские суда. Рулевые дорожки, места стоянки для самолетов казармы закончат строить в 2016-м. Склады для самолетов и жилье для военных отложили на второй и третий этапы. На это потребуются очередные миллиарды денег. И хотя точные сроки по сдаче плавают, все свои надежды местные жители возлагают только на возвращение военных. Мы ходили в баню к военным мыться. Сейчас у нас бани нет вообще. Моемся дома в тазиках. Это классно. Значит, что дрова пенсионерам не возят. Порядок нет, разваливается все. Если сейчас военные приедут, может из-за них что-то будет двигаться. Продукты в местный магазин завозят раз в неделю, с Читы. Хозяйка магазина Ирина Яйцук говорит, что в основном жители покупают хлеб. Все остальное только по праздникам. Семья Яйцук – это второй магазин. Надеется, что спрос будет. Рядом железная дорога, да и не за горами приезд первой партии военных. Только завозим, расставляем, все разлаживаем, еще видите, все закидано, раскидано. Вот так вот. Нет, еще пока не замуж. За дорожек или за военного? Посмотрим еще, за кого полюблю, наверное. За кого и выйдем. Закономерно с возрождением степи в поисках новой работы в администрацию поступают звонки. Звонят из других районов, из нашего региона, из других регионов звонят, чтобы приобрести жилье. Но, к сожалению, нет жилья. В частном секторе требуется строительство новых домов, чтобы люди приезжали и покупали сюда? Ну, строительство как у нас. Как такового бюджета пустые, этим мы не занимаемся. Школа с 1 по 9 класса, три магазина, кафе, три пятерочки. Вот, в общем, вся инфраструктура. Хватит и дня, чтобы вдоль и поперек обойти степь, включая городок. Местные детвора здесь грезят носить военную форму, а те, кто пережил упадок с разгромом части, надеются на ее воскрешение.